Приветствую вас в свежем утреннем брифинге. Сегодня 22 июня, вторник, и мы традиционно разбираемся, что случилось за минувшие торговые сутки. Разбираться есть в чем. Посмотрите на S&P 500 и посмотрите на индекс доллара. Неплохо они отыграли все свои движения назад. Какова причина? Ну вот и попробуем разобраться. Вполне возможно, что причиной всему Джером Пау, который сегодня ответит перед Конгрессом в США. Разбираемся с этой темой сегодня. Также разбираемся с рисками цен на нефть. Они там тоже присутствуют. Так что традиционно с вас лайк, подписка, комментарии. Все полезные ссылки в описании к этому видеоролику. Поехали! Начать я хотел бы сегодняшний выпуск с события на предстоящий день, то есть на сегодня. Потому что сегодня есть очень интересная такая строчка. Выступление Джерома Паула перед избранным комитетом по кризису с коронавирусом в Палате представителей США. Это статья о Пульс рынка. В правом верхнем углу сможете найти одноименный видеоролик. Посмотрите, если вы этого еще не сделали. Ну а статья вся кликабельна. То есть нажав сюда, вы переноситесь непосредственно на расписание Федеральной зерной системы США, где более подробно можете ознакомиться с тем, что там будет происходить и даже посмотреть в режиме live, если в этом будет необходимость. И мы сами видим прекрасно, как фондовый рынок и доллар США в индексе доллара США на самом деле неплохо так отыграли свое недавнее падение. Почему? Потому что действительно есть интрига. Интрига вполне возможна на этом выступлении. Интрига заключается в том, что трейдерам и инвесторам нужна какая-то ясность относительно того, что же ФРС будет делать. И когда такие дядьки, как Джеймс Буллард в минувшую пятницу заявил о том, что процентные ставки могут потребовать повышения уже в 2022 году, с другой стороны, Джером Пауэлл вчера несколько другую ясность, несколько другую реальность дал миру. Вот в этой вот статье все это дело описано. Что здесь написано? Коротко. Экономика США продолжает демонстрировать устойчивое улучшение из-за воздействия пандемии коронавируса и продолжающегося роста рынка труда. Но инфляция заметно выросла в последние месяцы, так заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. Также он не вдавался в подробности в своих подготовленных замечаниях о текущей денежно-кредитной политике или о возможности того, что ФРС США, возможно, придется ускорить свои планы по сокращению поддержки экономики из-за более быстрого роста цен. Джером Пауэлл в своем выступлении сказал, что, по его мнению, нынешний скачок инфляции фактически исчезнет и что прирост рабочих мест должен увеличиться в ближайшие месяцы, поскольку вакцинация от COVID-19 продолжается и возобновление экономики тоже продолжается. Что важно из этого статьи нам нужно подчеркнуть? Ну, во-первых, почему, кстати говоря, ФРС считает, что инфляция носит именно временный характер? Этому есть некоторое логическое объяснение. Кстати, некоторые задают вопросы мне в личных сообщениях либо в комментариях. Все дело в том, что Джером Пауэлл и не только он считает, что та инфляция, предполагая, что та инфляция, которая сейчас развивается, это скорее инфляция, так сказать, производителей, то есть инфляция предложения, связана с тем, что нарушены логистические связи и те товары потребления, которые фактически продаются, в них заложены большие издержки, связанные с транспортировкой, с разрушенной логистикой. Логистика разрушена из-за того, что во всем мире ограничения, я думаю, вы понимаете, с чем это связано. Ну и, конечно же, сырье, огромные цены на сырье, все взлетело, все это падает на издержки производства товара, и этот товар действительно оказывается дорогой. И отсюда фактически и разгоняется инфляция. Отчасти этому подтверждается и вот динамика потребительских индексов цен. То есть, например, смотрите, индекс потребительских цен, который вырос до 5% в США, он значительно ниже, чем индекс цен производителей, которые отчасти и демонстрируют инфляцию предложения. 6,6% вот такой вот индекс потребительских, индекс цен производителей в США. Так что в какой-то степени Джерома Пауэлла не то, чтобы понять можно, а логику его мыслей тоже понять можно. Если будет массовая вакцинация, если мир получит, так сказать, массовый иммунитет, и границы откроются, начнут налаживаться логистические связи, начнут налаживаться транспортировка, цены на сырье начнут снижаться, они уже сейчас это начинают делать. И, соответственно, инфляция, которая так разгоняется в США, тоже пойдет на спад. Логика в этом, безусловно, есть. И действительно, наверное, повышать процентную ставку преждевременно. Это отчасти то, о чем мы сами говорили при решении Центрального банка Российской Федерации. Эльвира Небюлина сообщила нам в своей пресс-конференции, что у нас инфляция именно спроса, а не инфляция предложения. И поэтому подняла процентную ставку. Но если она ошибается, если действительно инфляция разгоняется именно из-за того, что предложение такое дорогое, то она тогда просто стреляет себе в ногу. Потому что поднятие процентных ставок бьет по экономике Российской Федерации и никак не помогает в проблеме с инфляцией. Джером Пауэлл, судя по всему, считает, что именно предложение, проблема именно в предложении. И если он начнет поднимать в скором времени процентную ставку, то инфляцию это мало обуздает. А вот задушить экономику, безусловно, может. И здесь он обращает наше с вами внимание как раз-таки на количество рабочих, на прирост рабочих мест. Почему это важно? Это нас отсылает к нонфарму. Теперь нам с вами важно следить за публикацией нонфарма, потому что на публикации нонфарма будет волатильность, рынок будет на это реагировать очень-очень нервно, скажем так. Очень нервно рынок может реагировать и на сегодняшнее выступление Джерома Пауэлла перед Конгрессом в США, потому что там будут задаваться вопросы по типу того, действительно ли необходимо повышать процентную ставку так скоро, действительно ли инфляция носит временный характер, или вы пересмотрели свои прогнозы, и возможно ли достижение тех целевых показателей по уровню безработицы, которые вы себе поставили, или в этом есть какие-то проблемы, нужно что-то предпринимать. Понимаете? Эти ответы на эти вопросы могут дать внести ясность участникам рынка относительно того, действительно ли скоро будет сворачивание программ, количество смягчения, или же все-таки какое-то время есть. Отсюда реакция соответствующая. Если ответы Джерома Пауэлла будут восприниматься как меры, что нужно сворачивать куе, то падение фондового рынка США продолжится, рост доллара США тоже продолжится. Это ровно те вещи, которые были начаты еще в четверг прошлой недели. Если же он все это дело завернет назад, то вполне возможно мы получим здесь позитив и для ФРС США, и для доллара США. На индекс доллара может пойти на снижение, на какие-то коррекции. Опять же, до каких-то следующих заявлений. Но, тем не менее, сегодня за этими вещами, я думаю, мы с вами следить однозначно должны. Еще одни интересные события развиваются, правда, уже на Дальнем Востоке. Речь про Иран. Все-таки состоялась первая пресс-конференция избранного президента Ирана, и он заявил такие очень интересные вещи. Дело в том, что президент Ирана потребовал прекратить американские санкции в отношении своей страны и полностью возврат Вашингтона к ядерному соглашению 2015 года. Президент Ирана исключил встречу с президентом США Джо Байденом, назвал себя защитником прав человека и потребовал от Вашингтона гарантий, что он больше не выйдет из ядерного соглашения. Также Иран заявил о том, что следующий раунд переговоров по возобновлению ядерной сделки 2015 года вероятнее всего будет последним, в то время как вопрос решится. Однако их коллеги, европейские дипломаты, обеспокоены тем, что вот такие вот заявления появляются и о том, что на самом деле там действительно много вопросов, много камней преткновения. Но посмотрим. По-моему, шестой раунд переговоров только будет. О нем ходят слухи. Одна сторона, как вы видите, Иран говорит о том, что мы уже почти договорились. Другие говорят о том, что там очень много спорных вопросов, и нам еще очень сложно здесь что-то сказать однозначно. Но, как вы понимаете, требования достаточно понятны. Иран действительно очень сильно хочет, чтобы вот эта вот ядерная сделка произошла. Вчера в телеграм-канале, кто не подписан, подписывайтесь. Ссылка, наверное, в описании. Здесь на экране вы его тоже видите. Там есть информация о том, что Иран может быстро экспортировать миллионы баррелей нефти, которые они держат на своем хранении в танкерах. Если, конечно, будет соглашение США по своей ядерной программе. И это некоторые риски для цен на нефть. Почему? Потому что если ядерная сделка будет, все-таки будет согласована, то Иран действительно очень быстро начнет экспортировать нефть из своих танкеров, из своих источников. Но, опять же, какими темпами? 1 миллион баррелей в сутки они добавят точно. Могут ли они добавить 2 миллиона баррелей в сутки? В принципе, если поднажмут, то, наверное, могут. И вот тут такой момент. Рынок нефти находится в дефиците, согласно отчетам ОПЕК. Дефицит составляет примерно 1,4 миллиона баррелей в сутки. Так что, если вдруг даже состоится соглашение между США и Ираном, и Иран вылет на рынок нефти дополнительный миллион баррелей в сутки, то это не покроет дефицит. Но вполне возможно, что цены на нефть на этом скорректируются, либо устроят какой-то временный провал. Тут же есть еще один риск. Он связан с таким неприятным возвращением ковидом. В США Министерство здравоохранения и социальных служб Миссури и Арканзасе сообщили о том, что среднее количество госпитализаций за 7 дней с подтверждением COVID-19 увеличилось более чем на 30%. И это действительно пугающий момент. Не то чтобы я переживаю за здоровье американцев, я переживаю за спрос со стороны американской экономики, потому что там мы сами видим, спрос восстановления есть, и спрос на нефть тоже есть. Они там добывают нефть со скоростью 11,2 миллиона баррелей в сутки. И спрос у них вроде бы как возрождается. Если будут проблемы с ковидом, спрос на снижение, а тут еще иранская нефть может жару добавить. Ну, еще хотелось бы отметить экспирацию фьючерсов и опционов на нефть марки WTI. Она пройдет сегодня. Так что после сегодняшнего дня, если кто-то цены на нефть держит на максимумах, чтобы там по минимуму выплачивать, то с завтрашнего дня вот эта вот поддержка может исчезнуть. Итого, если мы с вами посмотрим на техническую картину, то, честно говоря, позитив для цен на нефть, на мой взгляд, все еще сохраняется, но уж как-то сильно позитивно он сохраняется. То есть причин для вот этого роста цен на нефть, на мой взгляд, нет. Но, тем не менее, оно происходит. Что бы я предпринял? Я бы сказал бы, что WTI 7317 в какой-то момент дорого. И действительно здесь есть не то чтобы шансы, а риски того, что цены на нефть прольются. Внимательно следим за соглашением США и Ирана, если оно действительно будет достигнуто, или если будет спрос падать где-нибудь в Индии или в США, то мы можем увидеть какой-то пролив. Но я не думаю, что это будет крах. Я думаю, что это такая достаточно серьезная коррекция, может быть, в районе 70, 67, 30, где можно подбирать. Напоминаю, что цены на нефть находятся в баквардации. Напоминаю, что опековцы и Минэнерго США в целом видят дефицит рынка нефти. Так что восстановление цен может быть, даже если состоится какой-то пролив. Но 74,95 в бренде это совсем не те цены, которые достойны нашего с вами внимания для длинных позиций. Можно ли шортить? Ну, в принципе, я не могу сказать, что нельзя шортить. Конечно, если доступен для вас шорт, можете шортить, ожидать, что провал состоится. Но, честно говоря, не очень хочется шортить, на мой взгляд, тот товар, который по данным двух агентств находится в дефиците. Переходим к технической картине. И напоминаю, что трансляция для спонсоров Briefing Insight уже доступна на моем YouTube-канале. В правом верхнем углу есть прямая ссылка на нее. Смотрите, у кого есть такая возможность. Глядя на европейскую валюту, хочется отметить, что при вчерашнем удешевлении доллара США, индекса доллара США по отношению ко многим валютам, евро это зацепило в меньшей степени, потому что европейская валюта дешевела тоже. Почему? Потому что, помимо прочего, вчера еще выступала Кристин Лагард, председатель Европейского центрального банка. Отвечая, грубо говоря, на вопрос, будет ли ЕЦБ повышать процентную ставку в случае, если ФРС будет переходить на повышение процентных ставок, Кристин Лагард дала четкий намек на то, что, это не намек, а прямыми словами сказала, что Европейский социальный банк не будет следовать за действиями ФРС, потому что экономика Европейского Союза и США совсем разнится, и повышать им процентную ставку очень преждевременно. Восстановление в Европе происходит более медленными темпами, чем в США. Поэтому, если ФРС будет повышать процентную ставку, то мы как бы на это все дело забьем, будем следить за своими показателями. Надо отметить, что если вдруг состоится такая вот ситуация, при которой ФРС будет повышать процентные ставки, сворачивать КУЕ, ну, то есть проводить жесткую монетарную политику, и при всем при этом одновременно Европейский центральный банк свою политику мягкую не будет менять, то это устроит долгосрочную тенденцию на евро-доллары вниз. Почему? Потому что евро будет дешеветь, потому что это мягкая монетарная политика, доллар США будет дорожать, ну, доллар США будет дорожать, потому что это жесткая монетарная политика. Это нужно понимать, к этому нужно готовиться. Вот вопрос только в том, пойдет ли ФРС на сворачивание своей монетарной политики или нет. Но, тем не менее, может, сегодня мы увидим с вами какие-то ясности от Джома Пауэлла. Здесь у нас все то же самое, 1,1960, 1,1930, то место, где можно рассмотреть какие-то короткие позиции. Вот здесь тут у нас поддержка своего рода есть. Я в целом не исключаю, что мы здесь проведем какое-то время до выступления Джерома Пауэлла, либо до каких-то аналогичных заявлений. Ну, и, как я сказал раньше, если действительно ФРС пойдет на смягчение монетарной политики, это может перерасти в нисходящую тенденцию по евро-доллару вниз. Так что, если есть какие-то короткие позиции, это просто замечательно в какой-то степени. Ну, а пробой 1,1960 мы не ждем. Если это состоится, там закроемся, да еще и будет соответствующая риторика от Джерома Пауэлла, тогда уже можно будет говорить о восстановлении европейской валюты перед долларом США. Наш российский рубль вчера устроил неплохие движухи. 74,200 мы сами все-таки увидели. Это идея, которая отработалась, идея, которая была доступна в Briefing Insight, там она четко сработала. Но к этому движению есть на самом деле вопросы. То есть мы с вами можем посмотреть на вот эту вот динамику. У нас российский рубль вчера подешевел, то есть у нас индекс доллара, ой, прошу прощения, доллар-рубль инвертированный, да, и мы здесь видим, что рубль подешевел, при всем при том, что это произошло на фоне растущей нефти, и это все произошло на, в данном случае, росте, да, инвертированный индекс доллара, то есть на удешевление доллара США. Вот так вот. То есть можно сказать, что вчера российский рубль подешевел сильнее, чем подешевел доллар США. Отсюда мы с вами видим вот эту вот движуху, которую видим. То есть, ну, это не проблемы, скажем так, в рубле, это не проблемы в долларе, это вот просто такая динамика. Что делать? Ну, мало того, что мы действительно отталкиваемся, и какая-то поддержка здесь все-таки имеет место быть, я бы еще обратил ваше внимание на очень интересные дневки на фьючерсе, даже не на фьючерсе, а на самом доллару и рубле, но сейчас мы это посмотрим. Ну, а по планам на сегодня я бы не сказал бы, что наступило время шортить откуда-то отсюда. Давайте здесь мы с вами посмотрим, что скажет именно Джером Пауэлл. Я не думаю, что он так вот устроит какой-то дикий Ромагеддон в этом ключе, но посмотрим, что он скажет и посмотрим, как на это дело отреагирует и доллар США через Индон доллар, да, и российский рубль в связке с долларом-рублем. Но вообще, действительно, как я сказал раньше, вот эта движуха, которая есть во фьючерсе, она показывает, что, ну, подсказывает о том, что движение вниз, как минимум, уже закончилось. Вполне возможно, мы здесь можем получить какой-то разворот. Вот, обращаю уж внимание на дневки. Дневки в доллар-рубле, они выглядят очень так соблазнительно, потому что мы с вами видим перелой, мы с вами видим перелой, вот это вот как бы перелоя, если так можно отметить, да, напоминаю, что были люди, которые прямо в грудь себя колотили о том, что это точно разворотная свеча, собрали там какие-то стопы, ниже мы не окажемся, оказались, как видите, да. Но речь о другом, речь о том, что мы за какими-то минимумами устраиваем вот такие вот дневки, вот с такими вот хвостами. И если посмотреть на, там сказать, мелкий таймфрейм, да, то действительно мы видим, что ближе к американской сессии какой-то спрос здесь присутствует, так что как будто бы такой вот спрос на актив и есть. Аналогичная ситуация есть, в принципе, и в рубле в паре с европейской валютой, то есть евро-рубль. Мы тоже видим здесь перелой, мы тоже видим здесь такие вот выкупные интересные свечки. Я не говорю о том, что свечка это прям вот о чем-то прям точном говорит, это просто такие вот интересные наблюдения, почему бы, собственно, и нет, здесь тоже активность может быть. Вполне возможно, что вот это для нас с вами станет камнем преткновения в евро-рубле. И вот прохождение отметочки 87.70 будет носить более интересный характер, вполне может носить более интересный характер. А S&P 500 здесь у нас отыгрался своего рода неплохо, действительно, да, то есть восстановил все свое, получается, пятничное падение и в какой-то степени этот Паул всему виной. Не хочется здесь говорить о том, что мы пойдем пробивать 4260-4210. Я думаю, позитива для пробоя, ну, во всяком случае, уверенного пробоя мало. Вполне возможно, что мы будем слушать Джерома Пауэлла, вполне возможно, что мы будем искать какие-то, ну, не мы, мы, я имею в виду участники рынка, да, будем искать какую-то ясность со стороны ФРС. Все-таки мы будем повышать процентную ставку в 2022 году или нет? И если нет, то, блин, почему мы прогнозируем, что мы будем повышать дважды в 2023 году? И, собственно говоря, что делается эта инфляция? Она, в конце концов, растет, потому что капсда или потому что это временное явление? Вот ответы на какие вопросы нам с вами нужно услышать. Это я, так сказать, коротко пересказал первую часть брифинга. Что делать? Ну, честно говоря, вчера состоялся народный обзор. Кстати, в правом верхнем углу есть ссылка. Посмотрите, кто этого не видел. Прямая трансляция, где мы разобрали, по-моему, 16 инструментов по вашему запросу в течение часа. И вот отчасти S&P 500 и там тоже был. Но, как видите, не состоялось тестов 4100, 4000, 015. Сегодня я бы не стал исключать этого вероятность. Опять же, если Джон Пауэлл начнет там юлить или начнет жестить, то мы можем действительно увидеть какое-то снижение. А так, пока, ну, да, действительно, скажем так, в рынке витает некий такой дух кризиса, дух провала. То есть, нужен буквально какой-то триггер для того, чтобы все это дело устроилось в распродаже. Ну, вот это тот самый момент, когда крайне сложно предсказать, что этот триггер все-таки наступит. Наступит, не наступит, не знаю. Пока вот как-то так. Наш индекс РТС в чешний день снизился, достиг ожидаемых 160 тысяч. Здесь тоже была идея, здесь тоже было четко. Правда, были некоторые сомнения, потому что это индекс и предполагалось его шортить. Сегодня предлагаю сделать примерно то же самое, что с рублем. Сказать, что 166 тысяч, 163, 500 – это сопротивление, которое может быть как сопротивлением, остается как сопротивлением. Ну, и многое будет зависеть от того, как основные фондовые индексы будут у нас двигаться. По нефти мы уже с вами смотрели, заострять внимание не будем. Смотрите в тайм-ленту, там есть более подробная информация и риски, и прочая техническая картина. Ну, а что касается золота, то здесь у нас тоже подновисли, я бы так сказал, 1797-1760. Я вот этот баланс выделяю, здесь наторговано много, здесь какой-то баланс имеет место быть. Кто любит спекулировать, то welcome – место, где можно рассчитать какие-то продажи, место, где можно рассчитать какие-то покупки. Хочется отметить, что действительно тоже много неопределенностей и много будет зависеть именно от все-таки каких-то пояснений со стороны Джоума Пауэлла, если они, конечно же, будут, ну и от доллара США. И я бы даже не исключал, что если все-таки Джоум Пауэлл включит заднюю, и доллар США как-то начнет отыгрывать те настроения, которые были заложены в него во второй половине прошлой недели, то мы, может быть, действительно получим какой-то отскок куда-то сюда. Ну, то есть, внимательно следим, пробьемся или не пробьемся, и на каких новостях мы, собственно говоря, пробиваемся. Хочется отметить, что есть новые данные от Gold Cup, это ETF на золото, согласно которому особого-то притока в ETF золотые, так называемых, нету, всего лишь на 200 миллиардов долларов США состоялся приток за неделю, закончивающуюся 11 июня, и это действительно немного, так что спрос, так сказать, на золото пока здесь снижается. Ну, и немножечко к корпоративным новостям, даже не новостям, а событиям. Я обратил ваше внимание сегодня на NVIDIA, она находится в портфеле, кстати, ссылки на портфель есть в описании к видосу. Сегодня, вернее, вчера состоялось закрытие реестра под сплит 1 к 4, сплит сам должен состояться 20 июля, и вполне возможно, это был тот драйвер для роста цен, да, то есть, внимательно следим про NVIDIA, мы с вами такую идею высказывали, что 750 можно достичь, потому что объявили сплит, вот мы достигли, отсечка произошла, будет отскок или нет, я такой возможности не исключаю, так что кто отыгрывал эту идею, обращайте, пожалуйста, на это внимание. На этом все, если понравилось, у вас традиционный лайк, несколько слов в комментарии, ну и встречаемся с вами теперь уже завтра в утреннем рейтинге, здесь, как всегда, всем профитом, пока.